Всем привет, меня зовут Влад, приветствую вас снова в блоге студии компьютерной графики Pulsar. Сейчас предстоит очередной видео урок. Я хотел бы рассказать вам о том, как сделать красивый Motion Blur, связки Final Render Plus On Fusion. Ну, собственно, сам урок будет состоять из двух частей. Первая часть я расскажу немного об интерфейсе программы Fusion. И вторая часть, собственно, уже то, как красиво и правильно и реалистично дерендрить Motion Blur и закомпозить его, собственно, в этой программе. Ну что ж, начнем первую часть. Давайте посмотрим, что такое программа On Fusion. Значит, у нас после запуска программы появляется такое большое окошечко. Что здесь есть? Во-первых, в центре экрана, ниже центра экрана, скажем так, у нас видна сеточка вот такая вот. Что здесь будет происходить? В эту сеточку мы добавляем различные ноды. Ноды это, скажем, различные инструменты для цветокоррекции, для вырезания объектов, для различных их совмещений и так далее и тому подобное, там, наложения эффектов. К примеру, у нас есть первая нода, у нас есть вторая нода, пока не буду подробно останавливаться на них. Ну, там, в процессе изучения программы вы посмотрите, что каждая из этих нод означает. Соответственно, есть выход, это красненький, это квадратик. Мы его соединяем с соседней нодой. Что мы делаем? Мы просто наводим мышкой на название ноды. Программа сама понимает, куда нужно подцепиться. В данном случае это у нас желтенькая вот такая стрелочка. Вот. Ну и, соответственно, давайте посмотрим лучше на реальном примере, что и как происходит. Начнем с самого начала. Соответственно, чтобы нам загрузить какие-либо картинки, в нашем случае это секвенция картинок. То есть, очень рекомендую всем использовать не сохранение картинок, допустим, в AV-формат или какой-нибудь другой, а именно в секвенцию JPEG-ов, там, PNG или любого другого формата. Однако, во второй части урока я вам расскажу про замечательный формат OpenEXR. Ну, в данном случае давайте посмотрим, как загрузить картинки. В верхней части программки, вот здесь вот, все сидят за моей мышкой, у нас есть различные как раз ноды, которые чаще всего используются. Это все настраивается через интерфейс, там, через настройки. Вот. Я себе вытащил самые часто используемые. Что нас интересует? Нас интересует нода LD. Вот здесь вот на сите иконочка. Она присутствует у всех, кто только-только поставил программу. Вот. Нода Loader, соответственно, загрузчик. Мы ее нажимаем. Нажимаем мышку, тащим сюда вот на тетрадочку. Отпускаем мышку, он нас спрашивает, какой файлик нам открыть. Давайте я найду нам файлик какой-нибудь. Так, предположим, пусть будет это вот сюда. И что мы видим, как бы здесь у нас в окошечке. Во-первых, у нас стоит галочка Gather Sequences. Что это означает? Это означает, что большое количество файлов. Допустим, у меня было там 75 кадров. Соответственно, файлики назывались там рендер 0.1, 0.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и так далее до 75. Программа автоматически считывает все это хозяйство и показывает нам только первый и последний кадр. Соответственно, и то объединяя их в одну строчку. Соответственно, если я нажму сюда два раза, то у меня откроются все названия файликов, которые начинаются с рендера. И это будет кадры от 0 до 75. Все, нажимаю Open. Ничего не видно, но программа у нас загрузила, скажем так, нода есть. Мы можем на нее посмотреть. Как на нее посмотреть? Соответственно, вот здесь вот есть, если мы наведем мышкой, три черненьких кружочков. Каждый из них означает выглот на монитор. Соответственно, если мы нажмем мышкой на первый кружочек, то у нас покажется картинка вот здесь вот в левой части, в верхней левой части. У нас появится картиночка. Вот если мы нажмем на второй кружочек, то появится картиночка вот в правом, соответственно, половинке. Правой. Вот, однако, если я нажму третью, то у меня откроется, соответственно, на втором мониторе. Только вы мой второй монитор не видите. Ну, в общем, имейте в виду, что у кого есть два монитора, вы можете выводить большое изображение, полноразмерное, на второй монитор. Соответствующим образом у нас эти черненькие кружочки дублируются циферками 1, 2, 3 на клавиатуре. Соответственно, я могу очень легко. В моем случае я правша, просто левой рукой переключаюсь быстренько между первым и вторым экраном. Соответственно, любую ноду можно показать таким образом, какие у нас здесь есть, да. Просто мы выбираем ее мышкой и, соответственно, тыкаем на циферки 1 или 2. Вот, ну, нас, честно говоря, чистый рендер не интересует. Как правило, мы собираемся в композе, да, и из обычной картинки, да, уже финальной, практически ничего закомпозить нереально. Поэтому люди что делают? Люди придумали рендер элементы. Вот, давайте нажмем еще один разочек на ноду Loader, вытащим его сюда на экран. И вот здесь же у меня есть, допустим, канал Self-Ellumination. Что это означает? Это все объекты. Давайте я выведу его сюда, на вторую половинку экрана. Все объекты, которые у меня светятся, они у меня выведены в отдельный вот канал. Скажем, у меня нет здесь вот никаких там текстур на самом кораблике. У меня есть только самые светящиеся участки. Соответственно, что с этими участками можно сделать? Мы можем добавить на них эффект Glow, свечение. Как это сделать? Давайте смотрим. Выбираем эту ноду, она у нас желтеньким горит. Все здорово, замечательно. И находим ноду Soft Glow. В моем случае она у меня вытащена, а те, кто первый раз запустили программу, смотрите внимательно, о чем мы делаем. Мы нажимаем в пустом месте экрана, правую кнопочку мышки. У нас появляется здесь вот такое большое выпадающее меню. Выбираем первую строчку, добавить инструмент. Находим инструмент по вкладочке Blue. Soft Glow. Нажимаем на него, у нас появляется вот такая вот нода. Соответственно, так как я рассказывал в самом начале урока, мы берем и красненький здесь квадратик соединяем с названием ноды. Программа автоматически соединит их в нужном порядке. Как правило, не нужно там вглядываться в эти стрелочки, что каждая из них означает. Просто имейте ввиду, что программа автоматически их складывает. Все, мы ее соединили, однако результата не видим. Что нужно нажать, чтобы увидеть? Правильно. Нам нужно, допустим, нажать циферку 1. То есть, в данном случае, что здесь у нас происходит? На правой картинке у меня изображение без эффекта свечения. Слева у меня эффект свечения добавлен. Вот мы его прекрасно видим. Кстати говоря, масштабирование в окнах осуществляется с помощью зажатой клавиши Ctrl и кручения колесико мышки. Все очень просто. Мы можем как отдалиться от картинки, так и приблизиться. Ну, давайте посмотрим на параметры эффекта самосвечения, что у нас здесь есть. Все параметры вот этих вот наших нот, они у нас находятся вот здесь справа. Что здесь есть? Значит, давайте посмотрим. Параметр Threshold. Что это означает? Это, грубо говоря, чувствительность эффекта к ярким участкам. Чем этот ползунок введен правее, тем более яркие участки требуются программе, чтобы она добавила на них эффект свечения. Вот, скажем, вот здесь, вот на этом участке, очень хорошо видно, что чем светлее у нас желтенький участок, да, соответственно, только там и будет добавлен эффект свечения. Если у меня Threshold стоит на 0, то практически все, что хотя бы чуть-чуть светится, все у меня будет светиться. Здесь мне Threshold введен вправо, то будет светиться только то, что является белым, по сути. Поэтому давайте вернем на начальный параметр. И, кстати говоря, программа Fusion очень дружелюбна своим интерфейсом к новичкам. Она очень быстро позволяет вернуть начальные настройки. Собственно, когда мы дергаем какой-то ползунок в любую сторону, да, у нас вот здесь появляется такая вот точечка. Если мы на нее нажмем, то у нас вернутся настройки по умолчанию. Очень здорово и удобно. Давайте посмотрим вторую строчку. Строчка Gain. Что это означает? Это, грубо говоря, освещение нашей картинки. Скажем, если я Gain увожу вправо, то у меня картиночка осветляется сильнее. Если я Gain увожу влево, то у меня картиночка, скажем, перестает светиться. Давайте оставим все это по умолчанию. И практически последнее, что нас интересует, это параметр Glow Size, соответственно, размер свечения. Давайте опять посмотрим на желтый участок. Если мы этот параметр увеличиваем, то у нас реол светящийся увеличивается. То есть радиус свечения становится больше, свечение более, точнее, менее заметно. Если мы Glow Size выводим как раз в меньшую степень, да, то у нас эффект самосвечения становится очень маленьким. Давайте опять же вернем на начальный параметр. И сейчас мы посмотрим, как, допустим, соединить начальное изображение с самосвечением. Что мы делаем? Мы берем нашу картиночку, вот она у нас, да, и берем ноду Soft Glow. От ноды Soft Glow мы берем, зажимаем мышку у красненького квадратика и тащим мышку к красненькому квадратику у начального изображения. Таким образом у нас картинки совмещаются в порядке, что вот эта картинка у нас находится внизу, а Soft Glow должен лежать поверх. То есть, если мы включаем Merge, да, допустим, на левый монитор выводим, то у нас видна только результат ноды Soft Glow. Чтобы эффект наложился поверх нашего изображения, в способе наложения мы выбираем не Normal, а Screen. Вот, прекрасно, все у нас, само свечение работает. Соответственно, мы добавили вот такой вот эффект интересный. Вот. Таким образом мы дальше можем, к примеру, провести цветокоррекцию небольшую. Что мы делаем? Мы выбираем ноду Merge и находим вот здесь вот сверху в списочке, изначально эта нода есть, CC называется. Соответственно, Color Correct. Если мы нажмем, она даже автоматически соединится у нас с тем, что мы выбрали. Вот. И давайте на правый монитор выведем и видим настроечки ноды Color Correct. Гигантское совершенно количество этих настроек. Мы можем как увести в какой-то тон наше изображение, да, так и поиграться с контрастом картинки, с различным другим параметром, с гаммами, с яркостью, с тоже самой параметром Gain и так далее, и тому подобное. Вот. Ну и я думаю, последнее, что стоит разобрать в данном уроке, в первой части, это сохранение наших картинок. Так. Соответственно, мы выбираем последнюю ноду, которая у нас является уже практически финальной при выводе изображения. И находим вверху кнопочку SV. Соответственно, нода Saver. Она нас спрашивает, куда же сохранить нашу картиночку. Давайте выберем ей рабочий стол, к примеру. Назовем картинку Final. И в типе картинки укажем JPEG. Все. Здорово и прекрасно. Жмем Render. Вот здесь внизу кнопочка. Ну, здесь, как правило, никакие настройки не меняются. Конфигурация Final. Ну, Start Render жмем. У нас вот здесь вот быстренько прогоняется весь результат рендера. То есть от нулевого кадра до 75-го. Картиночка считается и сохраняется на рабочий стол. Соответственно, выводится сообщение о том, что рендер закончился. Жмем ОК. Сворачиваем программку. И смотрим, что у меня на рабочем столе появилось 75 картинок, соответствующих каждому кадру нашей анимации. Если мы смотрим хотя бы один из них, мы видим, что совершенно прекрасным образом все сохранилось. И картинки можно использовать дальше, где приспичит. Ну что ж, первая часть урока закончена. Приглашаю всех посмотреть вторую часть. Во второй части я рассмотрю то, как настраивается визуализатор Final Render для рендера, собственно, Motion Blur. Чтобы потом его красиво закомпозить, чтобы все работало адекватно.